Температура окружающего воздуха минус 15 градусов. Температура воды немногим больше нуля. В ночь синоптики обещают настоящие крещенские морозы. До минус 20 градусов, естественно, температура воды тоже опустится. Однако, как и всегда, в Рязанцев это не остановит. Две купели, или как они правильно называются, иордани уже готовы. Пока к ним оборудован только деревянный помост. Сотрудники МЧС ставят палатки с работающими тепловыми пушками. Внутри можно будет как переодеться, так и согреться. Деревянный настил, как и в прошлом году, покроют сеном. А в ночь на крещение на вахту заступят спасатели и врачи. Все участники купания смогут бесплатно получить горячие напитки. На территории Рязанской области определено 37 мест проведения крещенских мероприятий. В течение дня проводится работа по благоустройству и оборудованию, в которой принимают участие в том числе и представители МЧС России. Силами 9 специализированной пожарно-спасательной части на озере Орехово и города Рязани устанавливаются палатки для переодевания. Сотрудники ГИМС проверяют обустройство иорданий. Во время проведения купаний во всех местах спланировано дежурство оперативных служб. В Рязани крещенские купания по традиции пройдут на озере Орехово. В прорубь можно будет окунуться с 23.00 в 18.00 января до 2.00 ночи 19.00. В связи с проведением крещенских купаний уже в 21.00 ограничат движение транспорта на проезде речников от улицы Лесопарковой до остановок Речной вокзал и Лесопарк. Опять же, по традиции, всех желающих к озеру будут доставлять двумя автобусами от Площади Свободы до Орехового озера и обратно.